По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Что вы, мама, девушка, которую я выбрал, она не такая. Да, твоя сестра обмолвилась. Она видела ее в день защиты диссертации. По ее словам, она выглядит доброй, интеллигентной девушкой. Правда? Да. Но ведь вы тоже ее знаете, мама. Ай, Дэйн, я помню. В детстве была такой милой девочкой. Она всегда ладила с махалинскими девчонками. Но с тех пор, как они переехали... Правильно. ...из нашего района, я не видела ее. Мама. Да. Я пять лет проучился в институте и не видел ее. Встретились только после поступления в аспирантуру, в музее. Неужели? Да. Надо же. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Значит, вы согласны? Сыночек, ты нашел девушку по сердцу. Конечно, я согласна. Да. Спасибо, мама. Главное, чтобы она любила и уважала тебя. Не бойтесь. Она образованная, умная девушка. Она не будет спорить со мной. Главное, не ошибись в ней. Да, твоя тетя тоже хочет взглянуть на нее. В любом случае, уважим ее. Хорошо. Я скажу тете, когда и где они смогут увидеться. Только не нужно лишних слов. Это твоя судьба, сыночек. Ты только познакомишь тетю с любимой девушкой. Вот и все. Ради уважения. Хорошо. Как вы скажете, так и будет. Спасибо, сыночек. Ладно. Как много книг. Специально привел тебя сюда. Наслаждаясь. Хорошо. Так, посмотрим, какие здесь книги. Всякие разные. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, доченька. Доченька. Да. У меня невестка твоего возраста. Завтра у нее день рождения. Я хотела бы добавить хорошую книгу к своему подарку. Не поможешь мне выбрать? Да, конечно. Ваша невестка работает или учится? Она... Она учится. Хорошо. Скажите, а где она учится? Не подумайте, что я навязчивая. Просто при выборе книги важна ее профессия, ее интересы. Поэтому спрашиваю. Моя невестка очень современная. Любит иностранные книги. Иностранную литературу? Тогда выбор велик. Могу посоветовать произведение Гоголя. Это очень интересная книга. История описана очень реалистично. Можете подарить эту. Или романом Папасана. Очень захватывающий. Здесь много интересных книг. Вот. Еще Александр Дюма. Это очень интересная книга. Она обрадуется этому подарку. Спасибо, доченька. Ты очень хорошо осведомлена. Будь счастлива. Спасибо. Поздравьте вашу невестку. Хорошо. Айден? Да. Нам пора надеяться. До свидания. До свидания. Первая защита твоей диссертации. Это было событие. Ты нашел хороших помощников. 55 листов ватмана. Все просто обомлели. Ну как? Чувствуешь себя как птица в полете? Конечно. Но я каждую минуту чувствовал вашу поддержку, учитель. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Разве я не сдал экзамен по двигателям внутреннего сгорания? Что особенно важно для меня. Особенно для аспиранта в области машиностроения. Я тоже был удивлен. Честно говоря, у меня сердце остановилось. Но нет. Потом сказали, Таиров знает науку на отлично. Айбек, если ты будешь жить в мире с самим собой, я уверен, твои знания об этом мире расширятся. Ты растешь. Ставь перед собой самые большие цели. Я верю в тебя. Большие цели дают большую силу. Запомни. Никогда не осрами высокого звания ученого. Жизнь иногда преподносит сюрпризы, испытания. Но иди только вперед. Будь уверен в себе. И никогда не сворачивай с выбранного тобой пути. И я уверен, ты добьешься успеха. Входите. Можно войти? Да, проходите. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. Поздравляю. Большое спасибо. За защитой и тебя. Это очень хорошо, что вы оба занимаетесь наукой. Вы будете поддерживать друг друга. И вам будет всегда интересно. Удачи. Спасибо. Будьте здоровы. Идите. С Богом. И всего доброго. Поздравляю. До свидания. Мой портфель. Еще раз спасибо, учитель. Будь здоров. Всего доброго. Что случилось, мама? Со вчерашнего дня дергается левое веко. Что-то на душе неспокойно. Да бросьте вы эти сюрверия. Все нормально. Айдын со сватали. Будущий зять ученый. Он очень хороший. Айбек похож на ревнивца. Мужчина должен быть ревнивым. А не то он будет равнодушным, мамочка. Дома кто-нибудь есть? Тетя? Кажется, кто-то пришел. Тетя? Кто там? Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Это дом Айдын. Она дома? Нет, а что? Что случилось? Кто там? Вот, женщина спрашивает Айдын. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо. У меня очень важный разговор для Айдын. Айдын нет дома. Я ее мама. Говорите мне. Я все ей передам. У меня к вам очень серьезный разговор. Судьба Айдын, можно сказать, в опасности. Айдын? А что случилось? Мама? Не бойтесь. С вашей дочерью ничего не случилось. Главное, впредь быть осторожней. Пожалуйста, проходите домой. Пожалуйста. Проходите. Меня зовут Аида. Я желаю вам добра. Примите меня как друга. Говорите, не мучайте нас. Она помолвлена с парнем по имени Айбек, верно? Да. Они оба учатся в аспирантуре. Они оба кандидаты наук. Может быть и так. Но вы... Совсем не знаете этого парня. Это как? Мы жили в одном районе. Они вместе выросли. Да. Детство одно. Но взросление другое. Вы говорите, что знаете Айбек. На самом деле у него в Ташкенте есть жена Лола и сын Атабек. Вы про это знали? Или нет? Этого не может быть. Мама? Эта клевета не может быть. Если так, проверьте. У меня есть точный адрес. Айбек женат и имеет сына. Я не верю в эту клевету. Ведь мы подруги с мамой Айбека Бону. Она порядочная женщина. Она не обманет нас. Нет, нет. Если это клевета, то почему я пришла к вам? Какой резон обманывать вас? Зачем мне это надо? Вот. Адрес Лолы. Пожалуйста. Если не верите, идите и убедитесь сами. Я просто хотела сделать вам добрую услугу. До свидания. Что нам делать? Про это надо сказать Айден. Это правда или нет? А вдруг она разгневается? Нет, мама. Айден не такая девушка. Однако услышать, что у мужчины, за которого она собиралась замуж, есть жена и сын, должно быть, это очень обидно. Даже если это ложь. Даже не знаю, мамочка в голове путаница. Не знаю, что ей сказать. Может пойти к Бону. Вдруг она в курсе этих дел. Нет, тетя Бону не пришла бы к нам свататься. Если бы знала, что ее сын женат и имеет ребенка. Напротив, она бы сказала правду. Мы должны что-то сделать. Нельзя же сидеть. Может, стоит спросить у самого Айбека? Ну что вы говорите, мама? Он столько времени обмолвился об этом. Я лучше схожу к этой Лоле. Я тоже пойду. Нет, нельзя идти вдвоем. А вдруг это правда? А что, если это ложь? С какой целью эта девушка рассказала нам про это? Может, сама Лола хочет замуж за Айбека? Понятно, что здесь скрыта неприязнь, зависть. Я встречусь с этой женщиной. Вот тогда и примем решение, мамочка. Я пошла. Когда придет Айдын, ничего ей не говорите. Извините. Здравствуйте. Вы Лола? Да. Мне надо поговорить с вами на важную тему. Хорошо. Это очень деликатная тема. Я пришла ради сестры Айдын. Айдын. Как же? Я сразу не узнала. Вас звать Рано, не так ли? Да. Мы с вами жили в одной махале. Я тоже Хаджи Пархана. Мы вместе играли, когда были маленькие. Как ваша мама. Сестра. Хорошо. Так значит, вы из того же района, что и Айбек. Айбек? Какой Айбек? Ах, да. Сын тети Боно? Да. Если я не ошибаюсь... Вы были соседями, не так ли? Я совсем забыла. Сыновья тети Боно. Я помню ее дочерей. Шадия и Мухаббат. Да. Значит, не забыла. Скажите, вы давно не видели Айбека? Мы тоже переехали из Хаджи Пархана. Это было давно. Айбека и других я больше не встречала. Сейчас каждый живет своей жизнью, Рано-Па. А что случилось? В чем дело? Лолахон. Мы с сестрой в детстве потеряли отца. Выросли сиротами. Правда, сейчас я замужем, есть дети. Мы недавно обручили мою сестру с Айбеком и с Хаджи Парханом. Здорово. А на днях нам сообщили, что у вас с Айбеком близкие отношения. Это так? Что? Неужели? Странно. Почему я не знала об этом? Очень интересно. Айбека я вспомнила после того, как вы сказали о нем. Я не видела его с тех пор, как мы переехали. Я совершенно не помню его лица. Не помню, здоровался с ним или нет. Не помню. Но это правда. Какой смысл вас обманывать? У меня хороший муж. Он военный. Сейчас далеко от нас. У нас есть сын. Нам сказали, что это сын Айбека. Даже сказали проверить, если не верим. Не понимаю, кто разносит такие сплетни. Если муж услышит об этом, мне не сдобровать. Не понимаю людей, зачем это все. Кто вам сказал про это? Скажите. Я хочу знать, кто этот клеветник. Я хочу знать, кто это. Проверить. Моего ребенка? Не надо. Вы же сказали, что не знаете Айбека. Этого достаточно. Я вам верю. Конечно. Все равно скажите мне, кто этот клеветник. Думаю, вы не хотите, чтобы отец вашего ребенка женился на другой. Конечно, не хочу. Но все же скажите, кто это вам сказал. Не надо. Пусть клеветник сам учится. Мы не будем об этом говорить. Никому. И вы забудьте про этот разговор. Не нужно лишних слов. Ну ладно. Счастливо оставаться. До свидания. До свидания. До свидания. Я родила от Айбека. Я говорила, что вышла замуж за военного. Но на самом деле, ко мне не подходил ни один мужчина, кроме Айбека. Пусть он будет счастлив с Айдын. Мне другого не надо. Мне этого достаточно. Свадьбу не отменили. Значит, ты не справилась. Не может быть. Люди видели, как сестра Айдын встречалась с Лолой. Эх. Ты что, думала, что Лола скажет сестре Айдын? Да, я была с Айбеком. У нас есть сын? Да? Это очень хорошая возможность для Лолы. Ведь ее сын действительно от Айбека. Эх. Это ты так думаешь. Но Лола не сказала. Не сказала правду. Хорошо. Я сама встречусь с Айдын. Расскажу ей всю правду. Нет. Мы не можем действовать, как хотим. Сорвать их свадьбу – это идея Эркина. Заказчик он. А что, если он разозлится? И скажет остановить дело? Я что, останусь ни с чем? Да получишь ты свое. Эркин совсем не жадный. Ой. Ну что, свет клином сошелся на этой Айдын? На свете нет других девушек. Дело не только в девушке. Эркин ненавидит Айбека. Говорит, босоногий парень возомнил о себе черти что. И учителя поддерживают его. Он не любит его. Понимаешь? Хорошо. Дело можно исправить любым способом. Только Эркин должен сказать – делайте, что хотите, но сорвите свадьбу. Эркин тщательно все обдумывает, никогда не спешит. Я его хорошо знаю. Я переговорю с ним, а потом обсудим дальнейшие планы. А мои деньги? Что ты заладила? Деньги, деньги. Получишь ты свои деньги. Вы что, верите тому, что болтает, мама? Айбеку скоро тридцать. Я молчу, хотя не одногодки. Они давно знают друг друга. И что я могу сказать? Что? Ну... Послушай, доченька. Мать невестки сказала – у нас в центре двухкомнатная квартира. Захотят путь живу там. Представляешь? Я что, родила и вырастила сына, чтобы отдать его кому-то? Да? Пусть приедет брат, узнаем правду. Может, это сплетни, мамочка. Ну что вы, не спешите. Это точно. У них действительно есть двухкомнатная квартира. Да, им нужен мой мальчик. Вот подвернулся готовенький сын. Работа у него есть. Ученый. Его все уважают. Ну, мама, не надо себя утруждать. Здравствуйте, мама. Вот Эбик. Мама? Вы в порядке? Ну вот, сидим, плачем. Почему? Вы чем-то расстроены? Я воспитывала тебя не с такими надеждами. В чем дело, мама? Я ничего не понимаю. Что происходит? Твоя будущая теща хочет, чтобы ты жил с ними. Откуда взялась эта информация? Сказала или нет? Кто-то нашептал. Вот наша мамочка и плачет. Видишь? Мама, я не верю этой болтовне. Потому что и Айдын, и ее мать порядочные люди. У них нет такого на уме. Тогда откуда взялся этот разговор? Откуда? Я не знаю. Мама, вы ведь не такая. Я ничего не понимаю. То одно, то другое. Мама, послушайте меня. Если мать Айдын сказала это, то даже если каждая прядь волос у нее дочери будет золотой, я никогда не женюсь на ней. Даю слово. Вы слышали? А я что говорила? Я же говорила, что мой брат никогда не оставит вас. Пейте чай, мамочка. Вот. Все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Мы вместе поедим. Даст Бог. Вы делайте свою работу. Я к тому времени переоденусь. Хорошо. На работу поедем вместе. Договорились. Так же, как готовила мама. Мама все-таки уговорила меня съесть мошки чири до конца. Представляете, я не хотела есть. Я рад, что ты и мама ладите между собой. Что случилось? Чем вы обижены? Проблемы на работе? Этот Азлар говорит, с помощью силы Кадырова далеко не уйти. Пусть не прячется за спину Алимова. Когда-нибудь эта гора тоже падет. Во-первых, те, кто вам это передал, не друзья. Во-вторых, вашу диссертацию писал не учитель Акил Усманович, правда? Просто, когда нужно, он давал советы. Верно? Разговор не об Акиле Усманович. А в чем? В том, что этот господин Азлар ненавидит нас. Почему люди такие? Абек, Акил, вы не должны обращать внимания на таких людей. Вот тогда не будете отвлекаться от архиважных дел. И все у нас тогда будет прекрасно. Правда? Да, ты права. Не переживайте, все образуется. Дорогой, на что вы сидите? Абек, Акил, вы слышите меня? А? Что? Поторопитесь, мы можем опоздать. Ну да. А где Дону? Она давно уехала на учебу. Ну, поехали. Дочь вся вовсе. А как же? Поехали. Ваш ответ полностью удовлетворил меня. Когда я принимаю экзамен у таких студентов, как вы, я начинаю гордиться своей профессией. Большое спасибо вашим родителям. Да упокоится душа моего отца. Учитель, надеюсь, его душа радуется после вашей похвалы. Да. Он такая же сирота, как я. Ваш отец умер? Не знал. Извините. Да возрадуется его душа. Я тоже рос без отца. Судьба вас еще закалит. Не волнуйтесь. Желаю вам. Пожалуйста. Спасибо, учитель. Будьте здоровы. Ну что, кто готов? Я. Первый вопрос. Абек Кадырович, вас вызывает завкафедрой. Хорошо, сейчас приду. Так. Извините. Мне нужно отлучиться. Тогда завтра в это же время продолжим. Хорошо? Добрый день. Куда путь держим? Да вот, завкафедрой вызывает. Да. Наш завкафедрой любит хвалиться знакомством с сильными мира сего. Вроде верит в то, что они его поддержат. Как я начинаю что-то говорить, его просто воротят. Эх, Айбек Какен. Ну, жизнь это как море. В нем рядом с жемчугом обитают разные твари. Не обращайте внимания. Делайте свою работу. Мы стараемся сделать детей нашей страны образованнее. Дать им профессию. Если мы выполним эту почетную задачу, то так тому и быть. Как ваша семья? Все хорошо? Главное, чтобы они были живы, здоровы. Все остальное. Остальное образуется само собой. Говорят же, найди способ зажечь снег и делай дело. Не тронь меня, и я тебя не трону. Вот именно. Ладно, удачи. Айбек Кадырович, я сижу и все слышу, не выходя из этого кабинета. Я говорил, что у меня везде есть глаза и уши. Учитель, я с утра принимал экзамены у двух групп студентов. Знаю, знаю. Кстати, хорошо, что вы сами начали разговор на эту тему. Я тоже хотел поговорить с вами об экзаменах и уроках. Что вы делаете? Как некоторые учителя, я не ставлю студенту отлично после того, как он угостит меня в столовой. Я все вижу. Кажется, вы сказали, если мои занятия вас не удовлетворяют, не стесняйтесь, готовьтесь к экзаменам в библиотеке. Вы даете ученикам слишком много свободы. Учитель, а зачем заставлять учеников сидеть в аудиториях? Пусть занимаются, где пожелают. Это просто слова. Но они из сказки. Здесь есть те, кто глотал годами пыль науки. Те, у кого голова покрыта сединой. И только они имеют право так говорить. Только они. Вы же этим оскорбляете репутацию учителя. Это заметно уже сейчас. Что заметно? Что вы видели? Я видел то, что видел. Вот студент, который сказал, «Мой отец умер». И получил оценку отлично. Вы поставили ни говоря ни слова. Это только начало, учитель. Поймите, мне не нужно объяснений. Если вы хотите есть горький хлеб науки, знайте границы дозволенного. Я слушал вас, не перебивая. Не потому, что я вас боюсь. Теперь вы меня послушайте. Я слушаю. Если я работаю на кафедре в институте, то работаю потому, что я этого достоин. Я не дурак, чтобы просто уйти, если кто-то попросит меня об этом. Нет ничего плохого в предоставлении ученикам свобода. Более того, если учитель завоевывает себе репутацию, обучая, то ни я, ни кто-либо другой не может понизить его репутацию. Всего доброго. Берегите себя. Ого-го, кого я вижу. Коллега Айбек Кадырч. Как дела? Вы знаете о моих делах лучше меня. Так что зачем спрашивать? Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok